Приветствуем вас, уважаемые друзья! Ассаляму алейкум! В начале 1990-х годов первые полосы крупнейших газетных изданий мира пестрели сообщениями о важнейшем археологическом открытии «Найден величественный арабский город, обнаружен легендарный город арабов, Атлантида-Песков-Убар». Так был обнаружен древний город Ирам, расположенный на Аравийском полуострове между государствами Йемен и Оман. О существовании этого города не сохранилось никаких свидетельств. Ни письменных табличек, ни карт, ни устных преданий. Все, что осталось в упоминании об этой цивилизации, это аят священного Корана. «Неужели ты не знаешь, как твой Господь подверг наказанию племя Ад, народ Худа, и жителей Ирама, воздвигших высокие изящные строения, подобных которым по прочности и величию не было создано ни в одной другой стране?» Текст Корана – это не совсем обычная информация. Каждая его фраза – это целый пласт мысли, иногда это целый пласт истории. Открытие Ирама было особо важным для историков, ибо до сих пор его существование вызывало глубокие сомнения. Многие исследователи были потрясены, ведь большая часть ученых сходилась во мнении, что упоминаемый в Коране город всего лишь вымысел, а существование народа Адитов не более чем легенда, и город никогда не будет найден. Исследователь, который обнаружил этот город, был археолог-любитель Николас Клэп. Арабист и продюсер-документалист Клэп во время изучения истории Древней Аравии наткнулся на весьма любопытную книгу. Это была книга под названием «Благодатная Аравия» «Арабия Феликс», изданная в 1932 году английским исследователем Бертромом Томасом. Благодатной Аравией римляне называли южную часть Аравийского полуострова, расположенную на территории современного Йемена и Омана. Бертром Томас утверждал в своем труде, что смог обнаружить следы одного из этих «удачливых» народов. Это был город Убар, получивший свое название от бедуинов. Во время одной из поездок Томаса в этот район бедуины указали ему на старую тропу, находящуюся на территории современного Омана в прибрежном районе, сообщив, что она ведет к очень древнему городу под названием Убар. И Николас Клэп только на основе этой информации и аяток Корана начал раскопки. Во время раскопок в районе предполагаемого Убара были обнаружены изысканные архитектурные сооружения, множество колонн. Все свидетельствовало о существовании здесь некогда высокоразвитой цивилизации, в точности, как об этом упоминалось в аятах Корана. Однако Николас Клэп решил проверить полученную информацию. Для этого он решил прибегнуть к двум методам исследований. Сначала он нашел на местности следы дорог. Затем Клэп обратился в НАСА с просьбой сделать аэрокосмические снимки местности, упоминаемой в книге Томаса. На спутниках были отчетливо видны следы дорог, неразличаемые, однако, с земли. Затем Клэп изучил все рукописи и карты, хранившиеся в Калифорнийской библиотеке Хантингтона. Очень скоро он обнаружил карту, составленную в 200-м году н.э. греческим географом Птоломием. На карте были отчетливо видны дороги, которые пересекались в определенной широкой местности, в центре, причем дороги, указанные на древней карте, в точности совпадали с теми, что были видны на спутниковых снимках НАСА. Этот город был поэтически назван Атлантидой песков, Убар. Раскопки шли очень тяжело, и вот из-под многометрового слоя песка на свет стали появляться руины строений. Однако главным доказательством того, что город является столицей народа Ад, были обнаруженные руины. Взор у археологов открылись высокие колонны, упоминаемые в Коране, как отличительная особенность города Адитов и Рама. Во время раскопок были обнаружены многочисленные развалины этих высоких башен. Ученые, воспользовавшись трехмерной географической технологией, восстановили внешний вид этих колонн. Доктор Заринс из группы исследователей, возглавлявшей проводимые раскопки, сказал, что этот город отличался от всех иных археологических объектов наличием высоких башен и подтвердил, что обнаруженное поселение является ничем иным, как упоминаемым в Коране городом Адитов и Рамом. Вне сомнения, столь очевидное соответствие сведений об исчезнувшей цивилизации, приводимых в священном писании и данных археологических раскопок, является еще одним феноменом Корана. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.